ГИБДД А зря, потому что сотрудники ДПС в первую очередь следят за законом и порядком на дороге. Сегодня мы проведем с ними один день. Рабочий день инспектора ГАИ начинается в 6.30. Он получает оружие, значок и идет на развод. Там полицейские, которым предстоит заступить на пост, во-первых, получают ориентировки, где что похитили, угнали или на кого напали и кто это мог совершить. А во-вторых, инспектор решает билеты по правилам дорожного движения. Инспектор обязан знать на зубок ПДД. Естественно, у них у всех есть водительские права. Причем большинство открыт все категории, от мотоцикла до полуприцепа. Как шутят некоторые инспекторы, когда они выйдут на пенсию, могут пойти хоть дальнобойщики, хоть таксисты, если здоровье позволит. Однако развод окончен, и мы идем в автопарк, чтобы присоединиться к одному из экипажей, которых мы сегодня будем сопровождать. Мы садимся в полицейскую привору к старшему лейтенанту полиции Андрею Выберу и лейтенанту полиции Алексею Семину. Первый работает в ГАИ уже 12 лет, второй – 10. Нравилось, во-первых, машину водить, смотрели всякие фильмы, то есть я с детства мечтал быть милиционером. У меня отец милиционер, работал 20 лет в милиции. Дядя, около 40 лет, тоже отдал службу в милиции. Ну, так получилось, что я попал. Сначала я начинал работать в службу участковых, потом в службе уголовного розыска, и после перевелся в службу ГИБДД. Для начала мы отправляемся на патрулирование улиц Нового города. Пока инспекторы зорким глазом осматривают широкие проспекты на предмет нарушений, мы, стараясь не отвлекать, расспрашиваем о некоторых моментах работы, о мифах, связанных с ДПС, о водителях и о пешеходах. В одно время в интернете часто были ролики о грамотных водителях, которые снимали инспекторов на видео и спорили с ними по поводу закона и тому подобное. Вот с такими приходится сталкиваться? Приходится. Кто чаще всего оказывается грамотнее? Ну, если я, допустим, уверен, что я имею право, сумею доказать, что вина его в административном правонарушении действительно есть, то я буду оставить свою точку до последнего, я докажу, что я прав. Кстати, вот до сих пор такой спор, имеет ли право гражданин снимать сотрудника полиции, сотрудника ДПС? Имеет ли? Да, имеет. Спрашиваем мы и об экстремальных случаях, которые происходили с инспекторами. Как выясняется, если погоня – это дело едва ли необыденное, то погоня со стрельбой – это из ряда вон выходящие. Например, наши спутники ни разу не использовали табельное оружие, а вот их коллегам приходилось. Однажды работали в ночную смену, напарник у меня был, и, значит, на промзоне заметили быстро двигающийся автомобиль из «Шкода». Попытались его остановить, водитель проигнорировал требования об остановке и продолжил движение. Было организовано преследование данной автомашины. И в ходе преследования нам с дежурной части передали то, что данная автомашина находится в угоне буквально за 15-20 минут до этого, как ее пытались остановить. Данную автомашину угнали с поселка Октябрьского. Вот, значит, в ходе преследования к нам включился еще несколько экипажей. Около аэропорта восточную данную автомашину один экипаж заблокировал, но тот попытался, ну, то есть не попытался, а как бы совершил ДТП с патрульным автомобилем, вырвался из блокировки. Да, и продолжил движение. У меня напарник сделал один предупредительный выстрел в воздух, после чего данная автомашина проехал где-то метров 200-300 остановилась, и данные граждане побежали в лесополосу. В лесополосе были задержаны. Объезд замужских улиц проходит без происшествий. И пора бы заступать на пост. Проспект Ленинском Комсомола. Это, наверное, одна из самых оживленных улиц в нашем городе. В Новом Городе, наверное, самое оживленное. Сюда-то мы и приехали. Причем не ловить преступников, а пресекать правонарушения, вести профилактику, как говорят инспекторы. Наш пост стоит непосредственно вблизи от светофора. То, почему ДПС всегда стоит за пешеходным переходом, инспектор объясняет просто. Если бы они стояли перед ним, то водители, проехав пост, набирали бы скорости, тогда сбитых пешеходов было бы куда больше. Что уж говорить, если в виде ГАИ водители все равно не пропускают пеших ульяновцев. Одного такого, кстати, остановили в нашем присутствии. Что касается числа нарушителей вообще, то никто из инспекторов такую статистику не ведет. Потому что только за час может быть по несколько нерадивых водителей, да и пешеходов тоже. Это непристегнутые ремнем безопасности и, к сожалению, пьяные. Кстати, навоза непристегнутых тоже остановили при нас. В беседе с нами молодой человек сказал, что обычно пристегивается. Но в этот раз забыл. Если не ошибаюсь, вас сейчас остановили за непристегнутый ремень, да. А что ж вы не пристегнулись? За вам? Не боялись, что какой-то флот, ДТП и ничего нехорошее. Да я его оттранул сюда, пока сыграли. А вообще обычно пристегиваетесь? Конечно. Что же касается отношения самих инспекторов к этим распространенным нарушениям, то и при непристегнутые ремни, и при алкоголь они отзываются так. Это потенциальная смерть. В первом случае своя, во втором и своя, и чужая. Согласны с мнением, что пьяный на дороге – это потенциальный убийца? Да, согласна. Данный гражданин, когда управляет в таком состоянии, он находится очень не в адекватном. Он может натворить кучу бед. Кстати, а как относится к этому спорному вопросу о промилле? То есть нужно ли нулевой промилле? Или все-таки, не знаю, квас разрешить пить? По нашей практике квас он не показывает. Так же, как и кефир. Это все мифы. Я считаю, что у нас, в России, должно быть ноль промилла. Потому что нашему советскому гражданину, да, чуть-чуть нормы нету. И остановки тоже остановиться не можем. Где чуть-чуть, там уже и литр пошел. Пока нарушителей нет, мы заводим разговоры стажеров ГИБДД. И неожиданно мне предлагают самому на несколько минут погрузиться в реальную жизнь инспектора. Узнав, что я буду первым из ульянских журналистов, кто перевоплотился в гаишника, я не могу отказаться. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть почувствовать себя инспектором ДПС, мне дали два форменных атрибута. Это форменный жилет и главный элемент инспектора – жезл. Буду останавливать машину. Но, как оказалось, чтобы быть настоящим дорожным полицейским, недостаточно просто одеть жилетку и взять руки в жезл. Нужно еще и знать, как подойти к водителю, что посмотреть, на что обратить внимание. Получается не сразу, но я учусь. Наконец, мне доверяют остановить для проверки документов машину с автоледи за рулем. Тем временем, настало время покидать поезд на перемене. Прикрестки Ленкома и Тюленева. Мы едем на одно из профилактических мероприятий. Будем проверять знания водителей, оказавшихся запертыми на железнодорожном переезде. Подъезжая к переезду, оказываемся в пробке. Никто не думал, что через пару минут нас ждут бурные события. Буквально за минуту до поднятия шлагбаума через пути повстрече приезжает черный Мерседес. Его водитель ведет себя адекватно, а вот один из пассажиров реагирует на камеру, как на красную тряпку. Убери камеру, я сказал. Убери камеру, я сказал. Ты кто такой есть, убери камеру. Убери камеру, я сказал. Ты что? Не шумил, убери камеру. Уйдите вы что? Какое право у меня есть? Уберите. Уберите. С пыльчего молодого человека все-таки уводят машину. А мы интересуемся у инспекторов. Часто для них сталкиваются с такими людьми. Признаются. Бывает. Но куда деваться? Выбирают работу, а не знали, куда шли. Почему вы в полиции, почему вы в ГИБДД? Почему вы в полиции и именно в ГИБДД? Ну, в полиции то, что есть стабильность. Стабильность зарубной платья. А в ГИБДД просто, когда пришел в отдел кадров УВД, сказали то, что с моей... Ну, то есть здоровье было отлично у меня. И с таким здоровьем, с первой группой здоровья, можно пойти в ГИБДД. Так как есть вакантная должность. Ну, на тот момент была вакантная должность. Поэтому пошел в ГИБДД. То есть вот так сложилось. Ну, я так понимаю, вам обоим нравится. Потому что у вас у одного 12, у другого 10 лет это та же. Да? Ну, нравится, да. Конечно. Побороться с правонарушителем, с преступностью. Интересно это все. А не пугает сложность все-таки? И в мороз, и в жару. Уже привыкли. Поначалу было тяжело, конечно. Ноги мерзли. И сами простуды. Сейчас уже закалились организмы. Уже как-то уже выдерживает минус 36. И все равно. И плюс 36, я так понимаю. И плюс 36. Тем временем на переезде уже заперт один из водителей, согласившийся быть добровольцем на патологическом мероприятии. Согласно правилам дорожного движения, когда водитель, ну, случается так то, что, не дай бог, опять же, да, блокируется машина на железнодорожном переезде, не может передвигаться, что водитель, в первую очередь, должен сделать в такой ситуации? Если вы находитесь с пассажирами. Если с пассажирами находишься, выходишь и, грубо говоря, выталкиваешь автомобиль, выкатываешь его. То есть, в первую очередь, надо высадить пассажиров, правильно? Конечно, да. Пассажиры должны уйти в железнодороге, а водитель предпринять все действия, чтобы обеспечить проезд железной дороги, чтобы освободить ее. Как объясняет ГИБДД, без такого рода мероприятий не обойтись никак. Все-таки главная задача инспектора не поймать нарушителей ПДД, а сделать так, чтобы водитель эти самые ПДД не нарушил. Каким должен быть инспектор ДПС? Вот давайте от каждого, от вас три характеристики, от вас три характеристики. Образованный, в первую очередь, грамотный, то есть, вежливый, ну и, соответственно, здоровый, чтобы нести такую службу. Юридически подкованный, то есть, должен хорошо знать административный кодекс, правила дорожного движения и терпение.